Ну а тем временем в нашей студии оказались наши гости, те, кто непосредственно имеют отношение к детскому телевидению. И у нас сегодня в гостях два ведущих программы «Шустрое утро». Это Денис Юров и Женя Пупышев, и, конечно же, Екатерина Катеева, руководитель программы «Шустрое утро» и «Телека». Поздравляем вас с днём детского телевидения! Ура, поздравляем! Да, спасибо, приветствую! В программе «Шустрое утро» уже около 12 лет. За это время столько ребят себя попробовало в качестве ведущих, создателей программы. Кать, скажите, кто из знаменитых выходцев, кто эти люди, кто прошли через «Шустрое утро»? Кем гордитесь? В первую очередь, конечно же, мы гордимся ведущими этой программы. Это ведущие, опытные ведущие. Это, конечно же, Дмитрий Крамарь, первый ведущий программы. Ну да, известный человек. Вы знаете его прекрасно, да, продюсер нашей телекомпании. Второй ведущий, с которым именно в плотной связке работала я за кадром, а он был в кадре. У нас были замечательные такие рабочие партнёрские отношения. Это Александр Шабанов. Он занимается и КВН, занимался и на Ютубе, и сейчас стал действительно известным ведущим и был вашим коллегой. Из ребят у нас действительно... Многие ребята связали свою жизнь с творчеством. Если взять, допустим, Алену Шешенкову, то вот она стала певицей, то есть она выступает на сцене. Многие ребята после кадра не могут, скажем так, забыть. И тоже стараются быть и ведущими уже вырастают, и становятся ведущими уже более взрослых программ. Катя, но вы работали и со взрослыми, и с детьми. В своей карьере, да. Вот разница какая? Какие особенности, когда работаешь с молодыми ведущими и когда уже со взрослыми? Так, помните, что здесь два ведущих. Ну, особенности действительно существуют. Если, когда работаешь со взрослыми, то, конечно же, люди понимают какие-то особенности, профессиональные особенности нашего телевидения, понимают, как сделать лучше. Но есть, конечно, у каждого своё мнение, оно уже сформированное. И, безусловно, могут быть, ну, они такие профессиональные какие-то конфликты могут быть. Но в моей практике практически этого не было, всё получалось с полуслова. С детьми проще договориться, да? Да, конечно же, с детьми договориться проще. Наоборот, ты выступаешь в роли учителя, они тебя слушают. Ну, есть свои, допустим, особенности. Иногда просто не знаешь, несмотря на опыт, не знаешь, как объяснить ребёнку, какую эмоцию нужно показать в этот момент в кадре. И, ну, опять же, плюс то, что дети, естественно, ведут себя в кадре. От этого в любом случае зритель обращает внимание на нашу программу. Вот сейчас к Жене как раз хотим обратиться. Женя, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько программ уже примерно провели, вы так помните? Где-то 7, может, 8. 7-8. Опытный молодой человек с нами. Возможно, даже подрастающий Иван Ургант. Вот вы работаете с Денисом, да? Комфортно, вот, сказали, да? А ну-ка. А ну-ка. Нет, главное, что сказал по-доброму, то есть, да? А вот если бы вы сами делали уже свою программу, ну, сейчас ещё 7-8-10 программ проведёте, можно уже об этом задуматься. А о чём бы была ваша программа? Я думаю, моя программа была основана на видеоиграх. Вот понятно, что на самом деле ребёнку интересно. Мы здесь с тобой солидарны. Я был бы первым зрителем твоей программы, я очень люблю это. А точно не, вот, точно бы вот об этом, например, ты не делал программу. О чём бы не делал программу совсем? Скорее всего, о музыке. Музыку бы оставил в покое. Музыку? Не очень, да? Музыка уже популярна. Ну, да, из-за этого. А, вот тот такой хитренький, ты хочешь поймать волну и куда ты выехал. Денис. Да. Да. Вы же не только ведущий, телеведущий, вы же ещё и актёр. Да. Есть такое? Чуть-чуть. Как готовятся актёры? Ну, понятно, учат роль, репетируют, как-то настраиваются в кадр. Вот как вы входите? Какая подготовка? Она другая? На самом деле, мне кажется, она ничем не отличается. То же самое нужно проработать речевой аппарат, потом заходить. Ну, на самом деле, самое главное, чтобы это тебе нравилось. И быть естественным, собственно, как и на сцене. И поэтому, несмотря на то, что это как бы разные сферы, мне кажется, оно очень-очень одинаковое. Вот скажи, где тебе проще? Там, где ты видишь глаза зрителя, то есть, да, театр, это сценические какие-то подноски. Либо там, где ты ощущаешь, что по ту сторону их тысячи, но видишь только объектив камеры. Где проще, да, да, да. Внутренне, мне легко везде, на самом деле. И на сцене, и когда ты смотришь в камеру. Просто, когда ты на сцене, ты как будто обмениваешься энергией залом. А здесь ты, наверное, на каком-то подсознательном уровне обмениваешься энергией не только залом, не только с людьми, которые смотрят на тебя, но и абсолютно с каждым телезрителем. Но ты же обмениваешься энергией со своими коллегами. Это безусловно, безусловно. Находишься. Чему тебя учат дети? Знаете, дети учат жить сегодняшним днем. Они учат замечать что-то прекрасное даже в тех моментах, когда вот нормальный взрослый человек бы этого не увидел. Ну и, конечно же, конечно же, я думаю, они учат истинной любви. Они умеют любить просто так, ни за что. Вот тебе нравится, ты радуешься этому, да. Несмотря на то, что мы там взрослые уже люди, строим какие-то планы, на будущее, да. Дети живут сегодняшним днем, и это очень здорово. Ну, тут планы, понимаете. Конкретно, смотри, будь в тонусе. Кать, а чему у вас учат дети? Потому что, конечно, они с вами каждый день сейчас. С современным модным тенденциям и увлечением. Вот, например, то, что вы делали в первой части программы, вы знаете, что это называется слаймы. Это очень сейчас популярно. Я бы тоже не знала, если бы не общалась с детьми. У них это действительно сейчас популярно, всевозможные делать жидкости, они могут этим заниматься часами. Это то же самое, как спиннер, когда был популярный, и я об этом тоже знала, потому что все ребята приходили и крутили его. А сейчас это... То есть, ну, примерно быть вместе с молодежью, понимать, что сейчас их интересует, вот этим, в первую очередь, они меня учат. Это классно. Быть в тонусе, да, тоже со временем. Быть на одной волне. На языке. Если особенно ты делаешь детские программы, то ты должен в первую очередь понимать, что интересно детям сейчас. Потому что это будет... Ну, никто не будет смотреть эти передачи, если мы не будем понимать, что сейчас у них пользуется популярностью. И один быстрый вопрос к Жене. Скажи, пожалуйста, ты планируешь связать свою жизнь с телевидением? Ну, только вот честно. Ну, я занимался еще в Вералаше. О-о-о. Да, полгода. То есть, актерская такая, да, тоже жилка? Да, но я и люблю сниматься в программе. Екатерина. Да-да-да. То есть, больше, поэтому я думаю, то, что да. То есть, однозначно мы будем видеть тебя где-то на экранах? Да. Все, это прекрасно. Даже не хочется спрашивать, а что, если нет телевидения? Потому что, мне кажется, точно телевидение. Да. Сейчас вы можете поздравить коллег, потому что день детского телевидения сегодня. Смотрим в камеру, рабочая какая будет. Прошу. Я поздравляю всех ребят, которые были участниками программы «Шустрое утро» и «Телек». Передаю им большой-большой привет. Поздравляю всех зрителей и надеюсь, что им нравятся те программы, которые мы делаем. Я поздравляю всех с этим праздником. Поздравляем всех наших маленьких телезрителей, а также их родных, бабушек, дедушек. Смотрите, пользуясь случаем, говорю. Смотрите, «Шустрое утро» и самое главное, наслаждайтесь вашей жизнью. Спасибо большое. Друзья, прям зарядили. Это прекрасно. Ну что ж, это и другие интервью вы можете посмотреть на нашем сайте.